Сейчас запретов на посещение выставочных комплексов нет, но на сайте музея-заповедника Горки-Ленинские еще в период введения ограничений из-за пандемии начал работать раздел «Виртуальный музей». И недавно он пополнился новой экспозицией, о которой нам рассказала ее автор Светлана Генералова. У нас музей-кабинет и квартира Ленина в Кремле. Мы рассказываем о деятельности Ленина на посту главы правительства советского, о его жизни. И, в общем-то, экскурсия и так достаточно большая. О НЭПе, о национальном опросе мы можем говорить совсем немного, иначе мы отсюда вообще никогда не уйдем. Поэтому мы сделали выставку виртуальную. Для нее художники подготовили афишу, и с помощью QR-кода наши посетители могут зайти по ссылке на сайт и ознакомиться там со всеми документами, со всеми материалами, которые мы к этой выставке приготовили. То есть в данном случае виртуальная экспозиция под названием НЭП «Начало» является своеобразным продолжением выставки реальной. Кабинет Ленина, предметы в нем, они являются точкой входа в те события, которые происходили в стране в то время. Ну, например, мы с вами видим бронзовую статуэтку. Она называется «Обезьянный философ». За этим предметом можно увидеть большую историю. Это «Обезьянный философ», которую Ленину подарил Арманд Хаммер. Почему Хаммер приехал в Россию? А потому что страна перешла к новой экономической политике. И одним из пунктов этой политики было представление концессии иностранным бизнесменам. В реале можно увидеть ряд книг и документов, посвященных принятию в Молодой Советской Республике новой экономической политики. А вот глубже с ними можно познакомиться именно на виртуальной площадке и узнать много интересного. Ленин в одном из докладов говорит, что новая экономическая политика называется новой, потому что мы поворачиваем назад. То есть они возвращаются к рынку. Есть местами такие выражения Ленина, что он, допустим, говорит, что за специалиста в эпоху НЭПа он 12 большевиков готов отдать. То есть дюжину, как он так говорит. То есть совсем другие ценности. На сайте виртуального музея представлены десятки документов, которые до этого не были известны широкому зрителю. Здесь и протоколы заседаний, и телефонограммы, и записки на клочках бумаги, впоследствии сыгравшие огромную роль в становлении Молодой Республики. Те, кто горячо поддерживал советскую власть, да, как раз те, кто наиболее активно защищал завоевание революции, те не понимали, почему надо переходить к НЭПу. Им казалось, что, может быть, еще немного пожить в условиях военного коммунизма, когда нет денег, нет частной собственности, идет сплошное распределение. То есть были случаи самоубийства. Настолько люди не могли смириться с тем, что страна возвращается к рыночным отношениям. И что самое привлекательное в виртуальной выставке, на нее не нужно покупать билеты. Достаточно зайти на сайт музея-заповедника Горки-Ленинский в раздел «Виртуальный музей». Максим Козлов, Сергей Ларин, Екатерина Доблятова. Видное ТВ.